Современный ритм жизни оставляет нам всё меньше времени для движения. И часто причина этого – большая загруженность на работе. Малоподвижный образ жизни, в особенности у офисных работников, чреват не только лишними килограммами. Несколько лет такой сидячей работы и здравствует ослабленный организм с больными суставами и позвоночником. Чтобы этого избежать, поставьте на телефоне будильник. Он будет напоминать вам о том, что пришло время размяться и выполнить несложный комплекс упражнений. Его нам покажет опытный инструктор Юлия Губенко. Юлия, здравствуйте! Здравствуйте! Для разминки прекрасно подойдут рабочий стул и стол. Также можно, если вы читаете документы, изучаете, можно делать это ходьбой, передвигаясь по кабинету, по коридору. Поэтому необходимо каждый час делать хотя бы одну-две минуты разминочку. Если не получается раз в час, хотя бы 5-10 минут нужно уделять каждые 2 часа. Любое упражнение следует начинать с разминки. Движения должны быть плавными, без рывков, комфортным для человека темпе. Следите за дыханием. Оно должно быть спокойным и ровным. Далее усложняем тренировку. Приподнимем и поводим коленями, не вставая со стула. Круговые движения на прямых руках. Участвуют мышцы рук, трицепс, пресс. Такое упражнение улучшит кровообращение в органах малого таза, а также приведет мышцы рук в тонус. А чтобы было веселее, можно подключать коллег и выполнять тренировку вместе. Теперь чуть-чуть наклоним корпус и пристанем. И также далеко от воды бедра нужно присесть. Конечно, нужно это делать и в одиночку. Отводим таз и делаем так 10-12 раз. Укрепить грудные мышцы, трицепс, а также спину и пресс помогут отжимания. Для выполнения упражнения прекрасно подойдет рабочий стол. Спинка должна быть прямой. Стоим на носочках и локти проводим узко вдоль корпуса. И так 10-15 раз. Заключительная часть тренировки – растяжка. Это хорошая профилактика травм и гибкости всего организма. Проделав такой небольшой комплекс упражнений, вы почувствуете прилив сил и энергии. У вас улучшится работоспособность и у вас не будет желания бежать, пить чаек сладкий с печенюшками. Вы будете следить за своим внешним видом и оставаться всегда в хорошей форме. А главное, несмотря на сидячую работу, вы сможете избежать многие проблемы со здоровьем. Отличным завершением тренировки будет бег или ходьба по лестнице. Всего пару этажей вверх и вы уже сожгли несколько калорий. Поэтому откажитесь от лифта и вперед по лестничной площадке. И помните, главное – найти время на упражнение, а не оправдание.